Можно жизнь прожить и просто так, налегке, Шутя, как говорится, пролететь через жизнь Как тот сквозняк, ни за что, ничем не зацепиться, Мимо всех пройти, как ни при чём, И не премоскав, и не обидев, и забев, Ни мыслью, ни при чём, словно не заметив, не увидев. Может быть так жить и хорошо, ничем и горечи, и боли, Только что же станется с душой, с мыслями, и чувствами, и волей? Человек для ближних сотворён, хоть и сам в себе оригинален, Ведь ближних жить не может он, это Бог решил, и всё вначале, И такую тягу заложил в сердце человека, что не больно, Где б ни жил он, как бы он ни жил, Одному ему тоскливо, больно, даже и подножки, и пинки Нам нужны и пользу причиняют, и о том, что люди к нам близки, Неизменно нам напоминают. На души неизгладимый след нам оставлен к каждой новой встрече, Вдруг прошёл здесь родственник, сосед, Причастив к семье нас человечей, Есть ещё и совершенный путь Беззаветной ближнему отдачи, Только им немногие идут, Да и не для всех он предназначен. Там идут два попища, когда Только об одном их попросили, Грош рослиней могут там отдать, Посидеть не только на могиле, Там падение ближнего льда, Чистого сочувствия основа Для святого, сборого труда, Там друг друга поощрять готовы, Нам же ещё нужно дорасти До того святого состояния, Нам хотя бы только не пройти Мимо наших ближних без внимания, Только через жизнь не пролететь, Налегке, шутя, как говорится, Никого с собой не задеть, Ни за что, ни за чем не зацелиться. Тебя я так долго искал, А ты сам меня нашёл, Тебе всё хотел рассказать, А ты уже знал про всё, Ты видел, что я не мог, Так просто сказать люблю, Ты мне протянул с небес Прощение в руку свою, Белым голубем, белым голубем, Ты ко мне прилетел, Иисус, Серых воронов, чёрных воронам, Я уже совсем не боюсь, Ты с небес прямо в сердце моё, Жить не в духом святым пошёл, Что теперь для меня воронёк, Просто чёрные птицы, и всё. Что теперь для меня воронёк, Просто чёрные птицы, и всё. Ты видел, что больно мне Ходить по осколкам льда, Ходить босиком в темноте, Напитого миром стекла, Ты взял на себя эту боль, На руки меня два дня, Сказал, я прощаю всё, И вера мне крылья льда. Белым голубем, белым голубем, Ты ко мне прилетел, Иисус, Серых воронов, чёрных воронам, Я уже совсем не боюсь, Ты с небес прямо в сердце моё, Жить не в духом святым пошёл, Что теперь для меня воронёк, Просто чёрные птицы, и всё. Белым голубем, белым голубем, Ты ко мне прилетел, Иисус, Серых воронов, чёрных воронам, Я уже совсем не боюсь, Ты с небес прямо в сердце моё, Жить не в духом святым пошёл, Что теперь для меня воронёк, Просто чёрные птицы, и всё. Что теперь для меня воронёк, Просто чёрные птицы, и всё. Радуйся, радуйся, Бабрадатная, Радуйся, радуйся, Господь с тобою, Благословенна ты Между женами Радуйся, 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 И осени тебя, Сила Всевышнего, И стыдом Божьим, Сила и чёстками Будет царствовать Над домом и родома Он будет времен И царству его Не будет отца Он будет времен И царству его Не будет отца Хотелось бы поделиться с вами словом И перед началом Такой пример хотел бы привести вам Многие из вас В будущем детстве Играли с такими простыми игрушками Они были не такие сложные, Как сейчас у современных детей Связанные с какими-то Современными технологиями И более сложные для нашего понимания Но были игрушки гораздо проще У меня был такой кубик, У которого было шесть сторон В каждой стороне находились Определённые отверстия И в эти отверстия Входила только одна фигура Если это была звёздочка Туда входила игрушка В виде звёздочки Если это был цилиндр То только цилиндр И как бы я ни старался Будучи маленьким Запихать в звёздочку Цилиндр не получалось И таких фигур было очень много И задача для маленьких детей Чтобы разобраться И понять, что к чему подходит Поэтому не составляло труда Если ты всё вставляешь Как оно должно быть И всё складывается И получается Ну и тебя за это хвалят И говорят, что ты молодец Ты выполнил задание Но для этого необходимо было Сделать так, как нужно Сделать по-своему не получалось Она ломалась Если очень много сил прикладывать Она приходила в негодность И становилась уже не такой Привлекательной игрушкой Ну не получалось Сделать по-другому Сейчас с вами мы попробуем Разобраться А в нашей жизни Всегда ли получается так Как нам с вами хочется И всегда ли нужно так делать Давайте обратимся К священному писанию Первая книга Цаж 27 глава Буду читать выборочно Здесь описывается история Когда Давид Будучи Так сказать В бегстве от Саула Который его преследовал И хотел ищить его жизни Он попадает в трудную ситуацию И что он не делает Мы с вами читаем И сказал Давид Сердце своём Когда-нибудь Попаду я в руки Саула И нет для меня ничего лучшего Как убежать В землю филистинскую И отстанет от меня Саул И не будет искать меня Более По всем пределам израильским И я спасусь от руки его И встал Давид Правился сам И 600 мужей бывших с ним К Кампусу Сану Царю Маха Царю Гевскому Страна Где жили филистинляне Это вражеская страна Для израильского государства Ничего доброго У них не складывалось В протяжении всей жизни Ничего общего Они не могли сделать Потому что филистинляне Постоянно хотели Завладеть этими территориями Завладеть тем богатством Которым владел Израильский народ Всё что они могли Они добыть Из филистинляне В них забирали Но у Давида Не остаётся Никакой причины Никаких Выходов Чтобы быть Неубытным Солом Уйти к врагам Царь Англус его принимает И говорит Хорошо живи со мною Я думаю Он сильно радовался Потому что Его войска И его силы Они становились сильнее Человек Который желал смерти Или был врагом Царя Израильского К нему присоединился Для него Это очень выгодный союз Чтобы быть с ним вместе Что же делает дальше Давид И жил Давид у Автуса В Гефе И сам И люди его Каждый семейство Своим Давид И обе жены его И донесли С того что Давид Бежал в Геф И не стал он более Искать его И сказал Давид Автусу Если я Приобрёл благоволение В глазах твоих То пусть дано будет мне Место В одном из малых городов И я буду жить там Для чего работа ему Жить В царском городе Вместе с тобою Так додал ему Антус Сикелак Потому Сикелак Остался За царями Иудейскими Даными Давид понимает Что жить С этим царём Не совсем приемлемо И он выбирает Для себя Более Можно сказать Более Менее выгодный вариант Чем жить с царём Который тебя Может всеми почестями Привлекает и говорит Что ты мой союзник Он говорит Я не буду с тобой жить И уходить в другой город И живёт там И забирает с собой Все эти войска Которые у него были И всё семейство своё Забирает с собой И живёт там Зачем он это делает Неужели ему было Можно сказать Проще жить там И там не было царя Который мог тобой Восхищаться Могли тебя Какие-то Влаги оказывать Чтоб тебе было удобнее Он этим пренебрегает И уходит в другой город Чем же для нас Этот пример Описан в Священном Писании Может оказаться полезным Вот мы с вами Рассматриваем Ту игрушку В которой Есть определённая Последовательность Они фигуры Скажутся Только в одно место Если мы посмотрим На нас с вами То у нас внутри Не внутри физического А внутри духовного Есть определённые Отверстия Которые вставляются Определённые фигуры Есть люди С которыми Мне приходилось Общаться У которых нет родителей Эти люди Не похожи на меня Не похожи на других Которых есть Почему? У них есть Те люди Которые называют себя Мамой У них есть Те люди Которые называют себя Папой Но они такими Не являются И этот ребёнок Живя в этом мире Когда он растёт Он понимает Что То отверстие Которым Которым Это то Что может дать Только мама Это не может Дать какая-то Близкая к тебе Женщина Это не может Дать тебе Какая-то Тётя Которая Говорит Что я Твоя мама Она не может Это заменить И этот человек Он прекрасно Это понимает Поэтому Если у человека Есть определённое место Где должна была жить Мама И она там живёт Это великая благо Поэтому Слава Богу У кого есть родители У кого есть мамы У кого есть папы И которые могут Заменить то место Которое есть В каждом человеке В каждом человеке Также есть Такая Такая версия Чтобы быть любимым И кого-то любить Если у тебя этого нет И нет того человека Рядом И нет того близкого Кто мог тебя поддержать В трудную минуту Нет того друга То ты Пытаешься заменить Ты пытаешься найти Того человека Который был тебе другом У Давида Была такая ситуация Он просто говорит Я буду тем человеком Который будет тебе помогать Ты приобрел благоволение В моих очах Но Давид говорит Ты не мой друг Ты не мой Ты царь Ты в какое-то время Нахожусь у тебя И я ухожу в другой город Я не хочу быть с тобой Я не хочу Чтоб ты был Моим близким другом Почему? Давид это прекрасно понимал Что филистимляне Это враги Израильского народа В какой бы трудной ситуации Он не находился Он понимал Что это враги Как бы хорошо Они к нему не относились Какие бы слова Они не говорили Какие подарки Они бы ему не дарили Он сразу В своем сердце Решил Это враги Ничего общего Я с ними не имею И уйду в другой город Поэтому если мы с вами Хотим заменить то место Которое в каждом человеке Отведено для Бога Ведь Господь создал И говорит Что для меня Вы храм Вы то место Где я буду жить Если вы хотите Это место кем-то заменить Как допустим Это мог сделать Давид Заменить этим царем То Это бесполезно И большинство проблем В жизни человека Получаются из-за того Что он пытается Это сделать Человек который Не познал Бога И не знает Что ничем Заменить Бога нельзя Он ищет в этом мире Таких людей Очень много И О многих Мы все с вами Прекрасно знаем Это могут быть Наши родственники Это могут быть Наши близкие У которых Есть одна проблема В то место Куда нужно поставить Бога Они ставят Все что угодно И такой пример Приводит Зачем Люди собираются Можно сказать В гаражах Они там общаются Вот я буду чем А я не понимал Зачем взрослые дяди Ходят в гараж Неужели они так часто Так сильно любят Свои автомобили Оказывается нет И как говорили уже Что они идут туда Не с пустыми руками Все прекрасно понимают Что они там делают Так они пытаются Заменить Какую-то пустоту внутри Каким-то спиртным Какими-то непотребствами Чтобы тебе стало хорошо Чтобы какие-то проблемы Которые есть у меня в семье Какие-то проблемы Которые есть у меня с близкими Я могу заменить и решить Но я не решу эту проблему Я заменю только временно От этого и получается Большинство проблем Когда человек Пытается то место И место общения с Богом Заменить каким-то средством Он может сидеть в компьютере Целыми днями И заниматься всем чем угодно Вместо того Чтобы в то место положить Бога И чтобы уделить какое-то время Для его общения Он будет постоянно туда что-то складывать Постоянно какой-то туда везти И в конечном итоге Ничего доброго Это не приведет Игрушка в детстве В которую ты пытаешься засунуть То, что туда не засунуть Она ломается Какую бы ты силу Ты не прикладывал Будучи уже большим И ты можешь туда засунуть И сказать, что я это сделал Но ты сломал Ты можешь решить проблему Которую у тебя внутри Но ты сломаешь свою жизнь Ты можешь сломать жизнь Своих близких Ты можешь ничего доброго Для них не сделать А еще и навредить Благодаря тому Что ты заменил то место Каким-то непотребством Если мы вернемся к нашей истории То мы поймем Давид, он понял У него друзей У филистимлян нет Он будет жить в другом городе Если на той земле В которой он жил В которой он родился и рос Там жило его все семейство Там ищут его смерти Он не говорит, что я сейчас Уйду к тому царю И вместе с ним Мы тебя свернем Саул Мы будем очень сильной Вместе Создадим сильную армию Чтобы тебя победить Он не так делает Обратимся к Новому Завету И откроем Евангелие от Матфея Шестая глава Шестой стих Сих говорит нам о том Что В жизни много проблем есть Но как их решать Как найти Бога для себя Как положить Бога В то место В которое для него предназначено Можно с вами прочитать Ты же когда молишься Войди в комнату твою И затвори в дверь Помолись отцу твоему Который в тайне Отец твой видящий тайны Воздаст тебе явно Когда было трудно Когда было тяжело Что делает этот человек И что говорит Иисус Для народа С которым он беседует Ты Когда видишь Что тебе трудно Ты войди в свою тайну и помни Где может находиться Эта тайная комната Она может находиться Дома физическом Что ты бы зашел Закрыл дверь И мог помолиться Встав на коле Это может находиться В другом месте Например на работе Может ли это находиться Там где мы находимся В далеком месте Где нет наших родственников Мы вынуждены там По работе находиться Там может быть Эта тайная комната Она может быть везде Ты можешь везде Приходить к Богу И с Ним общаться Но Господь говорит здесь Чтобы ты Приходил ко мне Ты не приходил К друзьям в своем гараже Ты не приходил К друзьям в своем Которые на рыбалку ходят Не для того Чтобы рыбу ловить Чтобы ты не приходил Туда Где ищут другого Чтобы заменить Для всех на нас проще, и со школьных времен мы это с вами прекрасно знаем, проще списать, чем выучить. Проще придумать какую-то отговорку для родителей и сказать, что мне плохо и я болею, вместо того, чтобы пойти в школу. Можно придумать и сказать, что мне сейчас нехорошо, я не пойду на работу. Это проще сделать. Мы заменим то, чем мы должны сейчас заниматься, но мы не решим проблемы. Мы не обретем знания, мы не будем работать, чтобы зарабатывать на хлеб себе и ближним нашим, за которых мы будем ответить. Мы будем это заменять какими-то причинами. Но Господь говорит, что вы не этого искали. Вы искали того, чтобы можно было прийти, встав на колени перед Богом и сказать, что у меня есть проблема, Господи, помоги. А Господь говорит, видящий тайны, воздаст тебе явно. Господь говорит, что Он воздаст и ответит. И мы откроем еще одно место Священного Писания, то, о чем говорит Давид. Салом 17, 7 стих. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему озвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Хотелось бы обратить на такие слова. И Он услышал, Он не проигнорировал, Он не забыл, Он ответил. И Давид постоянно этим пользовался и говорил, что в каких бы трудных ситуациях я ни находился, вплоть до такой, что мне нужно было уйти с той страны, где я жил. И с той страны, где у меня все было хорошо, я вынужден был уйти. И находясь в этой тесноте, я не стал надеяться на царя, который был рад, потому что я с ним нахожусь. Я не стал надеяться на тех, кто могли бы мне помочь. Я не стал надеяться на спиртное. Я не стал надеяться на тех друзей, которые желают мне не совсем доброго. Я стал надеяться на Господа. И в своей жизни я в тесноте, в тех трудностях, я не забыл, что я дитя Бога. Что для меня Господь приготовил тот город, о котором пропел Хоу. Что для меня приготовлено нечто большее. Но только в том случае, если в этот кубик, который живет во мне, и в то место, которое предназначено для Бога, я не положил какое-то неподребство. Я не положил туда то, что туда не предназначено. Но я выбрал самое ценное, что туда подходит. И это был Господь. Давид в дальнейшем, если будете читать и изучать слово, то вы поймете. Он выиграл в данной ситуации. Он вышел победителем, потому что когда-то он решил, что в своей тесноте и в своих трудностях я буду полагаться на Бога. Желание сердца молиться о том, чтобы в нашей жизни мы с вами полагались больше не на себя. Полагались больше не на то, чем мы можем гордиться и говорить, у меня сейчас есть что-то. У меня есть то, чем я сейчас могу гордиться. Мы могли надеяться на Бога. Потому что не хотелось, чтобы трудные ситуации приходили в нашу жизнь. А чтобы мы могли славить Бога и складывать Его в наше место, которое для Него предназначено именно сейчас. Аминь. Сад духовный мой, как запущен ты, Из-за сорных трав не растут цветы. Спит душа моя крепким сном давно, Не родит она о пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, Как запущен сад и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, Где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей сгиблилилилили, Ты заботилась не о мире ли, Незабудки где цвет сиреневый, Их унес твой ветер нетерпенья. Пробудись, душа, посмотри кругом Как запущен сад и цветов нет в нем Пробудись, душа, посмотри кругом Где ты спишь, душа, что в саду твоем Нет прекрасных роз к Богу рвения Их сгубил мороз нерадения Пробудись, душа, посмотри кругом Где ты спишь, душа, что в саду твоем Пробудись, душа, посмотри кругом Как запущен сад и цветов нет в нем Пробудись, душа, посмотри кругом Где ты спишь, душа, что в саду твоем Глаз мольбы моей, посмотри, застыл И усталый дух в нищете уныл Охладела ты в дух и лености Потеряла ты драгоценности Пробудись, душа, посмотри кругом Как запущен сад и цветов нет в нем Пробудись, душа, посмотри кругом Где ты спишь, душа, что в саду твоем Последний путь жизни тот путь на Голгофу Христос обессиленный крест твой несет Из виды поруганы этой дорогой Он в смерти последним учениям идет Он в смерти последним учениям идет Сгибался он низко Под тяжестью ноши И думал, что вот-вот сейчас упадет Как вдруг Иисус, уж совсем изнемогший Почувствовал друга, что рядом идет Почувствовал друга, что рядом идет На сильные плечи тот крест возложили Поднял Иисуса слезами глаза И любящий взгляд, он к нему обращает Забуден ли силам тот взгляд никогда? Забуден ли силам тот взгляд никогда? Так в жизни бывает участие друга В момент самый трудный, какое плечо С твоей стороны небольшая услуга Не даст подочнуться, а держит его Дорогие друзья, давайте прежде всего скажем славу нашему Господу Как хор пропел, на самом деле так в жизни бывает Что нужно в некоторых ситуациях, чтобы рядом был друг Который поддержал, помог, подставил плечо Да, и так в жизни бывает Я, кстати, буду проповедовать на тему такую Которую проповедь назвал таким словом Бывало Бывало Знаете, есть библии истории такие библейские Которые очень часто используются для проповедей Ну, довольно, они повторяются И много раз на одну и ту же библейскую историю Разные братья выходят, проповедуют что-то, говорят И часто это бывает с разных сторон И по-разному открывается И одна из таких историй, ну, которая часто встречается в проповедях Это история о Давиде и Голиафе Согласен, да, что часто об этом говорят Кто хотя бы раз в жизни слышал проповедь На библейскую историю Давид и Голиафа Хотя бы раз Многие ее слышали, многие читали И я тоже возьму эту историю за основу Но я не буду всю историю разбирать Просто там есть один такой момент Один отрывок из этой истории Это когда Давид общался с Саулом Перед его битвой с Голиафом Помните, да, этот момент Мы прочитаем Ну, так как у нас еще дети не ушли на занятия Я хочу детей Такое задание вам дам Небольшое Чтобы вы повнимательнее слушали Я сейчас буду читать отрывок И когда вы услышите это слово Которое, ну Которое я взял за основу проповеди, да, бывало Поднимите руку Хорошо? Дети? Договорились? Когда я буду... Нет, не сейчас Когда я буду читать этот отрывок И как только вы услышите это слово Или увидите его на экране Сразу поднять руку Ну, подержите маленько Потом опустите Итак, слово Бывало Чтобы мы обратили на него внимание Это написано Первая книга царств Первая книга царств Семнадцатая глава С тридцать второго стиха Ниже я прочитаю И сказал Давид Саулу Пусть никто не упадет духом из-за него Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином И сказал Саул Давиду Не можешь ты идти против этого филистимлянина Чтобы сразиться с ним Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей И сказал Давид Саулу Раб твой по совету отца своего И когда бывало Приходил лев Дети Внимательно Хорошо Спасибо И когда бывало Приходил лев Или медведь И уносил овцу из стада То я гнался за ним И нападал на него И отнимал И спасти его А если он бросался на меня То я брал его за космы И поражал его И умершлял его И льва И медведя Убивал раб твой И с этим филистимлянином Не обрезанным будет то же Что с ними Потому что так поносит Воинство Бога живого И сказал Давид Господь Который избавлял меня От льва и медведя Избавит меня И от руки этого филистимлянина И сказал Саул Давиду Иди И да будет Господь С тобою До этого места Знаете Если мы рассмотрим Эту историю Как прообраз Историю Давида и Галиафа Как прообраз такой Что Галиаф Как знаете Как символ Некой такой проблемы Или жизненной ситуации Или трудности Или врага В нашей жизни То есть ты Иногда мы сталкиваемся С такими ситуациями Когда мы смотрим на него Как что-то большое Огромное Непобедимое Неразрешимое Не зная что с этим делать А мы себя чувствуем Как этот маленький Давид Юноша Который не Ну не был воином Не был способным Не был такого роста Не обладал такой огромной силы Да Перед такой большой проблемой Мы себя так ощущаем И знаете Я хочу Почему я не даром назвал Это слово бывало Я хочу обратить внимание На то На что Давид Обратил внимание Царя Саула Когда Тот сказал ему Что ты не сможешь его победить Ты Это невозможно Ты не можешь пойти против него Ты юноша А он воин от юности своей И если мы прочитаем Описание этого Галиафа То да Это было весьма устрашающе Но Давид отвечал именно Вот этими словами Когда бывало И что бывало Давайте на эту историю посмотрим Просто чтобы Вы когда-нибудь задумались Я не знаю или нет Что о чем Давид вообще рассказывал Я когда Пересказывал это кому-то И вдруг На меня Подошло такое осознание О чем он говорил Что это за событие Итак Давид Пас овец Да У своего отца И приходит лев или медведь И забирает овцу Дикое животное Ну опасное Мощное И Давид говорит Я его догонял То есть Смотрите Это было не просто так Что он там Ну мы знаем Что он из прощи Хорошо камни бросает Да То есть он не кидал из него Камни далека Он из лука в него не стрелял Он не звал кого-то на помощь Он говорит Я его догонял И забирал у него И из пасти Смотрите То есть он забирал У льва или у медведя И из пасти Вы когда-нибудь пробовали Хотя бы у своей собственной собаки Отобрать кость из пасти Пробовали Страшно да Согласен Хотя это ваша собака Которая вас любит Но все равно страшно А представьте теперь Что такое Сделать это у льва или у медведя Он забирал Говорит Я из пасти забирал Но смотрите Он это делал не так Что он сразу убивал Сначала льва или медведя А потом забирал у него из пасти Нет Он забирал из пасти И как бы знаете Давал ему шанс Говорит Ну парень извини Это мое Да Но я тебе даю шанс еще Давай беги И говорит Если он оборачивался на меня Тогда я его умертвел Смотрите Просто вдумайтесь Как он поступал Как он сделал Да Забирал из пасти И давал ему шанс уйти Но если он не хотел Ну все извини Тогда умертвел И понимаете И просто про что я сейчас говорю Давид четко сказал Дальше если мы прочитаем Он говорил Что он понимал Что это не его сила Не его способность Не его качество Не то что он такой сильный Это Самсон мог Обладая вот этой сверхъестественной силой Пойти там и льва победить Но Давид не обладал такой силой И он это понимал прекрасно Но он говорил Что Господь избавлял меня От льва или медведя И он Впоминая эти ситуации Он говорил Вот так бывало в моей жизни И поэтому сейчас Смотря на этого Голиафа На эту проблему На эту ситуацию Ну Господь точно так же мне поможет Но он говорил Так бывало Но я хочу вам задать такой вопрос Скажите Он разговаривал сейчас с Саулом У Саула был еще сын Иоаннафана Он тоже наверняка там рядом находился Потому что если мы дальше прочитаем Скажите Неужели в жизни Саула Или в жизни Иоаннафана Не было таких ситуаций Которые они бы тоже могли сказать Бывало что Господь мне помогал Были такие ситуации Помните читали Что много было ситуаций Когда это было как чудо Сравнимо с этим же львом и медведем у Давида Когда они знаете Бог давал поведу Саулу Часто когда у них Раз у них вообще вооружения практически не было Они чуть ли не с голыми руками побеждали Когда вооружение было только у Саула и у Иоаннафана Все Вся остальная армия без оружия Но они побеждали Когда они побеждали многочисленные войска Которое превосходило их числом Они побеждали Когда Иоаннафан делал такие подвиги К сооруженосцам Он брал и оруженосца И говорит Давай мы пойдем и поразим их вдвоем Нападали на стан врага Многочисленные Они вдвоем нападали И Бог давал победу В их жизни тоже это бывало Смотрите Но в момент когда пришел Голиаф Они почему-то Ну этого не говорили Они боялись и не выступали В чем разница Знаете И я основную мысль скажу Что Хотя в их жизни тоже это бывало Но когда была сложность Они об этом не вспоминали Они видели только проблему Они видели только опасность Видели только Голиафа Но они не вспоминали что бывало Я хочу обратить ваше внимание Знаете на такие моменты В жизни израильского народа Что Бог часто давал им Такое указание Появление Наставление Чтобы поставить Какой-то памятник Ну Памятник не памятник Ну какой-то камень Или жертвенник Помните когда они Переходили Иордан Да как посоху Он говорит возьмите камни С середины реки И сделайте жертвенник Как память о том Что вы здесь перешли Посоху Они давали название местности Когда проходили Помните Мера Горькая вода Да то есть вот там Бог сделал чудо И они назвали эту местность Так то так То есть были какие-то такие Ну не знаю как это сказать Ну метки Давайте назовем Какие-то обозначения Метки В жизни израильского народа Что Бог даже давал им Повеление Что поставьте вот это Сделайте такое Ну напоминание себе Напоминание Что Бог давал тебе победу В этом месте Я одно место прочитаю только Который об этом говорит Первая книга царств Еще до царей получается Седьмая глава Двенадцатый стих Там Самуил Один стих прочитаем И взял Самуил Один камень И поставил между массивою И между сеном И назвал его Авенезер Сказав До сего места Помог нам Господь То есть там была победа Кстати тоже над филистимлянами Была победа Великая победа И он берет камень Ставит его И называет его Для чего они это делали Скажите мне такой вопрос Зачем нужно было Ставить эти камни Эти метки Эти жертвники Скажи зачем Чтобы помнить Да согласны Чтобы вспоминать Чтобы люди Которые мимо проходили Они вспоминали Об этих победах Которые Бог им даровал А для чего нужно помнить Зачем им нужно было Это вспоминать Давайте прочитаем Второзаконие Седьмая глава Семнадцатый стих Это Бог Говорит Уже израильскому народу Если скажешь В сердце твоем Народы си Многочисленнее меня Как я могу изгнать их Не бойся их Вспомни То что Что сделал Господь Бог твой С фараоном И всем Египтом Те великие испытания Которые видели Глаза твои Знамения Чудеса И руку крепкую И мышцу высокую С какими Вывел тебя Господь Бог твой Тоже сделает Господь Бог твой Со всеми народами Которых ты боишься Смотрите Такой же прообраз Вспомни Многочисленные народы Которых ты боишься То есть как Многочисленные проблемы С которыми ты не знаешь Как справиться Как не знаешь Как пройти Как победить Как преодолеть это Вспомни Что Бог делал Раньше в твоей жизни Вспомни Как оно бывало Как Бог давал тебе победу Какие-то этапы Какие-то моменты Метки в твоей жизни Которые именно были Как победа От Господа Когда Бог тебе давал Эту силу Именно это Это воспоминание Поможет тебе преодолеть Эти многочисленные народы Которые ты боишься Давайте еще одно место Уже к заключению Подхожу Прочитаем Уже из Нового Завета Евангелие от Марка Восьмая глава Семнадцатого стиха Ниже Это та история Когда Иисус с учениками Сели в лодку И стали плыть И он им сказал Берегите закваски фарисейской Да помните И они стали рассуждать Что хлеба у них нет с собой Вот Семнадцатого стиха Иисусу разумев Говорит им Что рассуждаете о том Что нет у вас хлебов Еще ли не понимаете И не разумеете Еще ли окаменело у вас сердце Имея очи Не видите Имея уши Не слышите И не помните Когда я пять хлебов Приломил до пяти тысяч человек Сколько полных коробов набрали вы кусков Говорят ему Двенадцать Смотрите Иисус обратил внимание Что они столкнулись опять с проблемой Нету хлеба И они думали только о проблеме Они помнили что нету хлеба Они думали что Иисус их за это упрекает Они думали что Ну они не знали что с этим делать Иисус говорит ваше сердце огрубело Окаменело Вы не помните Что вы недавно Только пережили это чудо Пять тысяч человек Несколько хлебов Несколько рыбок И вы собрали огромное количество Даже лишнего То есть Бог тебя не оставлял Бог тебе помогал Бог решал такую же проблему Только даже во много больше Но ты уже об этом забыл Что это бывало в твоей жизни Знаете я когда готовился К этой проповеди Размышлял И Господь так Ну стал вспоминать Что в моей жизни было такого Что оно можно так сказать Бывало Оно бывало Когда ты Чтобы ты смотря на какую-то Проблему Мог ее преодолеть И я вспоминал Я думаю каждый из нас Сможет это вспомнить Каждый Если вы поставите такую цель Заведете себе Может быть не знаю Какой-то журнал Какой-то блокнотик Где вы будете об этом писать И каждый раз об этом вспоминать Знаете Много можно историй вспомнить Я вспоминаю Когда я только Мы только-только Наша семья уверовала Я упал Разбился очень сильно С крыши там И попал в больницу И мне врачи говорили Ну Родителям моим говорили Что все Там тяжелые последствия И много-много чего предсказывали Мы Говорят его маленько полечим Но Говорят все что сможем сделаем Потом он будет всю жизнь мучиться Они так говорили Но церковь молилась за меня Я лежал тогда в больнице А церковь молилась И Бог меня исцелил полностью И уже больше 20 лет После этого прошло И то ничего Того что врачи обещали Этого не было Знаете я вспоминал Когда Были трудные ситуации В нашей жизни В нашей семье Когда у нас отец уехал На учебу В семинарии Это 8 месяцев 8 месяцев без отца Дома Мама в 90-х годах Когда Помните трудно было и так А тут еще без отца То есть он не работал Он не получал за эти деньги Не было никакой поддержки Она одна работала У нее двое сыновей Ей надо было чем-то кормить И это было трудно Но они тогда решились Родители мои Решились на это Они пошли на шаг Доверили Богу И Бог отвечал Знаете Разными образом Разными способами Помогал Я только один случай Вспомнил со мной Когда Вот брат Слава Сидит сзади Он позвал Говорит Ну меня хочешь пойти Там подработать Есть возможность Ну я пожалуйста пойду А я школьник был Понимаете То есть я не взрослый мужчина Я школьник Я ребенок еще Меня позвали подработать Ну я ладно пошел Там ничего не знал Даже что там будет И мы поработали Когда первый день проработали Этот мужчина Который нас позвал Он говорит Ну И он нам стал платить Всем как каменщику своему Там знаете Профессиональный Который кирпич ложит Он говорит Ну я вот каменщику столько плачу Давайте я вам так же буду плачать Ну Ну конечно кто откажет Мы согласились Но понимаете Что Мы там что делали Мы доски таскали Мы ничего особенного Сверхъестественного не делали Но нам платили И я принес эти деньги домой Знаете И только через Ну много лет Много лет прошло Мама говорила Насколько ей было это важно Я как ребенок Я не понимал этого Ну я принес Заработал Я радостный Я школьник Заработал деньги Мне просто это удовольствие было А для нее это была поддержка И она потом это рассказывал Знаете Или там про работу Другую Когда я учился У меня была трудность Такая ситуация в жизни Что есть учеба Я в церкви еще с молодежью Тружусь там все Но тоже финансов не хватало Я стал молиться Говорю Господи дай мне работу Но я понимал что я не могу У меня учеба У меня служение И как я могу уж там работать Я стал молиться Говорю какая работа мне нужна И когда я написал по этим пунктам И Господу это сказал И потом я подумал Ну не бывает такой работы Знаете чтобы работать мало По времени А платили много Такого невозможно Я так думал Но Бог не просто дал такую работу Там еще был еще добавочный плюсик Такой для меня Бонусом Эта работа проходилась Рядом с бабушкой С дедушкой Да и я когда ездил на работу Меня еще хорошо кормили в конечном Вот Бог ответил просто Настолько это было чудо Таким для меня Или ответы на молитву Знаете один человек Как-то меня Это было в декабре месяце Я четко помню И он сказал Давай молиться за одну нужду Я не буду сейчас говорить Что за нужда Но он предложил Давайте согласимся молиться За эту нужду И когда он сказал Ну мне неудобно было Как бы отказываться со всеми вместе Я сказал Ну давайте будем молиться Но я в душе не верил Что это возможно Я вам честно говорю Он предложил Я понимал что Богу все возможно Но почему-то мне тогда казалось Что то о чем он хочет молиться Это невозможно И знаете Прошло полгода И в мае Ну не полгода Сколько месяцев В мае месяце я помню Я стоял И я своими глазами Видел ответ на эту молитву И я жалел только об одном Что нету фотоаппарата У меня в руках Потому что Чтобы себе сделать фотографию Повесить себе дома на стену Большую фотографию С надписью Что для Бога нет ничего невозможного И я это видел в своей жизни Сколько раз в вашей жизни Было такое Когда вы думали что Все конец Невозможно Дальше не пройдет Но вы это прошли Вы это преодолели Бог был рядом с вами То есть это бывало в вашей жизни И сегодня Когда вы теперь смотрите На эту проблему На этого Голиафа Который утром Когда вы просыпаетесь Поносит вас Позорит вас Потому что знаете Это как бы позор Потому что ты сын Божий И есть какая-то проблема Которой ты дитё Божий И ты не можешь ее решить И это как позор И ты просыпаешься И эта проблема Стоит перед тобой Как Голиаф стоял Перед Израилем Он утром кричал И поносил Вольство Бога живого Или когда вечером Ты засыпаешь И эта проблема Перед тобой И ты когда это смотришь На нее И если ты смотришь Сосредотачиваешься на ней То конечно тогда страшно Тогда ты не преодолеешь Но если ты вспоминаешь Что в твоей жизни бывало Что Бог делал Что тогда у тебя будет сила У тебя будет вера И так в заключении Скажем Что скажем Такого Если Ну почему Бог будет нам сегодня Помогать Или благословлять Потому что это бывало Раньше Нет Бог помогает Потому что он На вашей стороне Бог помогает Потому что вы его дитё Бог тебе помогает Потому что ты его сын Или ты его дочь Он поэтому помогает А то что в твоей жизни Бывало Тебе просто Об этом напоминает Чтобы ты всегда помнил Поэтому давайте помолимся Чтобы Бог благословил Помнить Те моменты в нашей жизни, когда он нас поддерживал, помогал, благословавил. И что, когда мы столкнемся с этими проблемами, с этим гуляфом, мы могли, имели силу, веру и дерзновение преодолеть это. Будем молить. Глазки я закрою, ручки я сложу, сердце я настрою, голову склоню. Я с тобой в молитве Божьей говорю, потому что верю и тебя люблю. Я с тобой в молитве Божьей говорю, потому что верю и тебя люблю. Ты меня заботой Божьей окружил, ангела поставил, чтоб весь день хранил. Я с тобой в молитве Божьей говорю, потому что верю и тебя люблю. Я с тобой в молитве Божьей говорю, потому что верю и тебя люблю. Глазки я открою, в небо посмотрю, и тебя, мой Божьей, поблагодарю. И я с тобой в молитве Божьей говорю, потому что верю и тебя люблю. Пусть летит молитва через облака, через все преграды прямо в небеса. Железные цепи, опустилась решетка за мной, жил без веры. Я долго как в склепе, отделенный от света стеной. Плесень в мрокрах уграх прорастала, и светильники едва освещал. Но привычная тьма не пугала, потому что я света не знал. Дни ползли без конца и начала, и казалось, не стоит роптать. Но однажды призвение настало, и сошла на меня благодать. Как на истиво солнце светило, как торжественный был небосвод. А меня убивала могила, сколько лет, дни за годом и год. Я томился в тоске безысходной, смутно что-то я в сердце искал. И казалось, что был я свободный, а свободы совсем я не знал. Но свершилось, и слово пронзило, вот он путь, и не страшен конец. Подняла чудотворная сила, Дух Святой коснулся меня, и теперь я в объятиях Христа. Аминь. От рада для меня ликуй душа моя. Все это потому, что я служу Христу. Все это потому, что я служу Христу. Мне радостно светло, что удалилось зло. И это потому, что я служу Христу. И это потому, что я служу Христу. О, как приятно мне идти к святой стране. Все это потому, что я служу Христу. Все это потому, что я служу Христу. И в горе, и в нужде, помощник Он везде. Я счастлив без конца, что верую в Творца. Я счастлив без конца, что верую в Творца. Я счастлив без конца, что верую в Творца. Святая мать Христа. Люди все к Господу придут, песни им его споют, и честь ему на вас дадут, ведь благ Господь! Благ наш Господь! И честь ему на вас дадут, ведь благ Господь! Верьте же, братья и друзья, благ наш Господь! Днем мир нашел для сердца я, благ наш Господь! Вещен приют его любви, в скорби его ты призови, слышишь ты, радуйся, живи, да благ Господь! Благ наш Господь! Слышишь ты, радуйся, живи, да благ Господь! Наше спасенье во Христе, благ наш Господь! Он следает нам в темноте, благ наш Господь! Он моя крепость, мой совет, Он исцеление ответ, Он не изменит мне, о нет! Да, благ наш Господь! Благ наш Господь! Благ наш Господь! Он не изменит мне, о нет! Да, благ Господь! Вот песни ангелов звучат, благ наш Господь! И о любви нам говорят, благ наш Господь! Славят его поля леса, и звездам блески небеса, и солнца яркого краса, да благ Господь! Благ наш Господь! Благ наш Господь! И солнца яркого краса, да благ Господь! Я прочитаю место из Писания, Евангелия Матфея, 4 глава, 23 стих. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Деяние, 1 глава, 1 по 3 стих. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал, чему учил от начала, до того дня, в котором Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолов, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, пострадании Своем, со многими верными доказательствами, продолжение сорока дней, являясь им и говоря им о Царстве Божьем. Из этих мест Писания и есть другие места Писания, где Господь говорит, что Он пришел на эту землю проповедовать о Царстве Божьем. Для того, чтобы исцелять больных или разрешать мертвых, главная цель Его – это проповедь о Царстве Божьем и приглашение Его Царства. И когда Он проповедовал Царство Божье, больные исцелялись, глухие слышали, слепые видели, хромые ходили, грешники спасались, немые говорили. Вы знаете, на земле очень много царств, тысячи царств, в каждом царстве, государстве, да, есть своя Конституция, есть свои законы, и они часто меняются. Но закон Царства Божьем в любой стране, он остается неизменным. Его Конституция – это Его Слово. И, вы знаете, быть причастниками Царства Божьего – это великая привилегия. Единственный путь, как можно попасть в это Царство Божье, я прочитаю от Иоанна 3 глава 1 стиха. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равве, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудеских ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». И мы видим здесь, что Иисус говорит Никодиму, что единственный путь, чтобы попасть в это Царство Божие, войти в Царство Божие, это необходимо родиться от воды и духа святого. Нет такой воды, которая течет в реке или в море, или падает с нас сверху, но от воды, от Слова Божьего и от Духа Святого. И когда человек принимает это Слово Божие в свое сердце, нечто происходит в его сердце, происходит такое перерождение, и он становится новым творением и входит в Церковь Царства Божие. Иисус очень много говорил притчами о Царстве Божием. Я прочитаю Матфея 13, глава 24-30 стих. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу, плевел и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладельцы сказали ему, «Господин, не добрый ли семя сей ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он и сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И еще одно место, это 47 стих, это же глава, 48. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутое в море, и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег, и, съев хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон». То есть видим из этого местописания, что Царство Небесное, оно отличается от Царства Земного. И в Царстве Земном есть такое, как бы, смешение, да, есть хорошее и плохое. Из этой притчи мы видим, что в Царстве Земном есть и хорошая рыба, и есть плохая рыба. Есть отборное зерно, и есть плевелы. И придет время, когда Господь, Он проведет черту Царстве на земле. И, вы знаете, очень легко, очень легко перейти, оказаться на стороне, на другой стороне, когда мы теряем благодать Божию. И апостол Павел, евреям 12 глава, 13 стих, он говорит такие слова. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой корень, горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть мы видим, что апостол Павел, он предупреждает. Когда человек лишается благодати Божией, то вот этот злой корень, это тернии, и различные, там даже, как бы сказать, проблемы, они возникают в нашей жизни. Поэтому апостол предупреждает, чтобы кто не лишился благодати Божией. И мы помним очень такую притчу о десяти девах, да? Где пять дев, они были разумные, а пять были неразумные. Я думаю, что те пять, которые были неразумные, они не всегда были такими. Были во время, наверное, когда у них были полные сосуды масла, когда они горели для Господа. Но что-то произошло в их жизни, вот эта потеря благодати, и масло у них кончилось, они позаботились, чтобы наполнить сосуды своим маслом. И вы знаете, я вспомнил одну очень историю. Один братцевый житель, он приводил такой пример. Вы, наверное, помните такую картину, или, может быть, видели, когда Иисус с учениками, он принимает вечерю. И разные художники рисовали эту картину. И вот один художник, он искал персонажей для этой картины. Ему было очень сложно найти тот, который был позировал Иисуса Христа. Но потом нашел этого человека. В нем было доброе сердце, горели глаза. И что-то божественное было в его лице. Но еще сложнее ему было найти человека, который бы позировал Иуду. Несколько лет он искал этого человека. И потом все-таки нашел его. И когда он писал картину с него, он пришел в ужас. Он увидел, что перед ним стоит тот же самый человек, который позировал Иисуса Христа. Грех разрушил этого человека. Он лишился благодати Божией. И грех пришел в его жизнь и разрушил его. Поэтому очень легко оказаться на другой стороне, в его царстве. Но сегодня, слава Господу, благоприятное время. Иисус приглашает свое царство. Он освобождает от всякого греха. Он прощает и исцеляет. Все, что это нужно, это принять его приглашение. Поэтому помолимся, чтобы Господь освободил от всего, что есть в нашем сердце. От всякой терны. От всякого зла. От всякой обиды. От всякого неустройства. От всякого непрощения. Все, что не угодно Господу. Чтобы это ушло от нас. Аминь.